Ребятам о зверятах И о ком же мы узнаем сегодня? Попробуй угадать Ему нужно пить почти каждый день Буйвол? Нет У него отличный слух Даже не знаю Ладно, у него самое острое зрение Эти полоски ни с чем не спутаешь Зебра Точнее, равнинная зебра По зеленым равнинам Африки Их бродит около 150 тысяч Полосатая лужайка Эти быстроногие лошадки Могут мчаться со скоростью 55 км в час Какие быстрые И легаются не хуже мулов Голосу зебр могут позавидовать даже птицы А еще у них замечательная одежка Какие славные А они лошади, да? Вроде того Уже 6 тысяч лет Люди разводят лошадей для своих нужд Все домашние лошади Произошли от одного животного Раньше считали, что это лошадь Пржвальского, который обитает в Монголии Очень похоже на зебру Верно Как и лошадь Пржвальского Зебры всю жизнь находятся в постоянном движении И кто же сегодняшний герой? Мы узнаем историю жеребенка Зиги Он такой милый И уже нарезает круги вокруг мамы Зиги только что родился Попил молочка А теперь проведем первый урок Что, уже? Да Он будет запоминать мамин запах Голос И нательный штрих Код Что? Это как отпечаток пальца Жеребята должны запомнить узор маминых полосок Иначе они могут потеряться и погибнуть Мама родила малыша вдали от стада Чтобы не перепутать его с чужими детенышами У жеребенка впереди несколько трудных лет Зиги готовится к самому важному дню своей жизни Дню, когда он покинет семью И останется один Ему придется поспевать за всеми во время марафонского забега И научиться убегать от хищников Но и это не все Ему предстоит переплыть опасную реку И если Зиги преодолеет трудности То станет сильным И сможет начать самостоятельную жизнь Но для этого нельзя отставать от стада ни на шаг Детенышу три дня И он уже готов ко встрече с родственниками Кроме мамы В стаде есть шесть полосатых тетушек Зиги И у всех жеребята Будет с кем поиграть И, конечно, с ними папа-генерал Который следит за порядком в полку Зиги лучше не шалить Генерал крупнее самок Он главная опора всего стада Пока он любезничает с дамами Наш крошечный сорванец балуется С таким папой-телохранителем Зиги как за каменной стеной По крайней мере, пока Прошел месяц Полк Зиги готовится к марш-броску Генерал всегда замыкает шествие Так ему проще присматривать за всей семьей Он знает, что опасности Подстерегают на каждом шагу Семья Зиги присоединяется К 150-тысячной армии зебр Которые тоже мигрируют Как это? Некоторые зебры ежегодно отправляются В долгое путешествие В поисках пресной воды и свежей травы Они прошагают через две страны Проделав путь в полторы тысячи километров Но ведь тут полно травы и воды С такой численностью голодных зебр От этого луга Скоро ничего не останется И куда же они собрались? К ближайшему водопою Но сначала папа изучит обстановку На всякий случай А Зиги перекусит Кажется, на берегу все чисто Можно утолять жажду А Зиги следует окрестности Да, друзей много не бывает Да, но излишняя смелость Может привести к безе Пернатые друзья весьма занятны Но они довольно низкорослые И не вылезают из воды Пора найти кого-нибудь Более достойного Но не настолько достойного Зиги даже не подозревает Об опасности Львы охотятся на отставших От стада зебр И особенно их детенышей Зиги понял, что потерялся Он в двухстах метрах от родных И ему не обойтись без помощи генерала Папа услышал зов Начинается спасательная операция Приходится тратить много времени Чтобы приучить Зиги к дисциплине Благодаря папе малыш снова в строю Львам придется уйти голодными Зиги нужно быть внимательнее Чем больше зебр в стаде, тем больше шансов выжить И чтобы вырасти большим, лучше не отставать от родных Этот урок Зиги уже усвоил То есть стадо все время в пути? Нет Звери устраивают привал в разгар дня Когда становится слишком жарко К тому же в эту пору Обычно можно не опасаться львов Но животные всегда Выставляют часовых На всякий случай Удивительно, но зебры спят стоя Похоже, наш герой наконец-то выдался из сил Благодаря полосатым шкуркам Животные незаметны во время отдыха Силуэты зебр размыты И даже самые зоркие враги Видят вместо них огромное черно-белое пятно Какие полоски, компьютер Расскажи о них подробнее Зебры не единственные полосатые звери В животном мире такой окрас встречается чаще Чем можно предположить Кому-то они помогают поймать обед А кому-то не стать им Полосатые зебры словно надевают шапку-невидимку А еще полоски помогают находить друг друга Даже в темном лесу И служат предупредительным знаком Полоски правда выручают в сложных ситуациях А не настоящее оружие зебр И как любая форма, такая шкурка нуждается в основательном уходе Маленькие зубки помогают в деле Как приятно почесаться Пыль – прекрасное средство для обработки шерсти А труднодоступные места нуждаются в особом уходе На выручку приходят волоклюи Которые избавляют зебр от противных клещей Но если и это не помогает Вместо мухобоек вполне подойдут хвосты Дни превращаются в недели Недели в месяцы А лошадки все идут и идут Переходят от одного водопоя к другому По мере высыхания водоемов Зиги 9 месяцев Он быстро растет Он стал крупнее Он уже не пьет молоко И сам находит себе пищу – траву Оказалось, это не так-то просто Дождей не было несколько месяцев Значит, зеленой травы и водоемов скоро не останется Какой? Делаем вывод Нужен дождь Совершенно верно И как только зебры замечают дождевые облака Их тянет к ним, будто магнитом Дожди здесь льют, как из ведра У стада нет выбора Нужно ждать, когда закончится ливень Зиги похож на мокрую курицу И не он один Но у дождя много плюсов Что ты имеешь в виду? После ливня прорастает сочная травка Эти молодые побеги буквально напичканы витаминами И звери быстро набирают сил И энергии Самцы птиц, вдовушек, хвастаются удалью, чтобы привлечь внимание самок Скоро и другие самцы начнут устраивать потасовки А что им драться? За право стать отцом И зебры не исключение Молодой самец решил прогнать папу Зиги И отбить у него дам Генерал вступает в бой за свою семью Зиги должен все мотать на ус Ему тоже предстоит сражаться Он хочет откусить сопернику ухо Драки опасны Но это единственный шанс для молодого жеребца Обзавестись семьей Сила на стороне генерала Молодой самец вот-вот сдастся Значит, семье Зиги ничего не угрожает Это важный урок для малыша Он еще на шаг приблизился к своей самостоятельности Очень скоро наш герой навсегда уйдет из семьи Битва осталась в прошлом Войско продолжает поход в поисках зеленых пастбищ Но вот беда Армия наткнулась на огромное препятствие На какое? Река разлилась А лучшие пастбища находятся на другом берегу Папа должен найти брод Но его нет Очень опасное испытание для Зиги Течение такое сильное, что малышей может унести Но и это не все Не дремлют, ожидая легкой наживы, крокодилы К счастью, папа-генерал свое дело знает Зиги должен все повторять за ним Вожак заходит в воду первым Все за ним Давайте, девочки Генерал пересекал реку более сорока раз Он уже на другом берегу К сожалению, он не в силах помочь Зиги Какая бурная река Быстрее, Зиги Крокодил положил глаз на нашего героя Давай, Зиги О нет Плыви, спасайся Еще чуть-чуть и попался бы Но другие еще барахтаются в реке Выживает лишь половина детенышей Зиги следует взяться за ум И с толком использовать время, которое он проведет с папой и остальными Такие переходы через реку – часть жизни зебр А теперь их ждет другая работенка О чем ты? Трава на том берегу слишком высокая и сухая для газелей и антилопгну Им нужна помощь зебр, чтобы подстричь ее А почему зебры могут ее есть, а другие нет? Благодаря особой системе пищеварения Они поедают такую траву с невероятной скоростью А, ну просто газонокосилка Высокая трава не очень питательная, но зебр это не останавливает Суперподвижными губами звери захватывают самые лакомые стебельки Там, где прошли зебры, остается более низкая и питательная трава Отличная пища для полутора миллионов животных, следующих за зебрами Наши герои проведут на этих пастбищах несколько месяцев Здесь достаточно пищи И есть время на игры с друзьями Зиги превратился в красивого и сильного молодого жеребца Только посмотрите на него Силен как бык Но и здесь трава скоро закончится Придется вновь отправляться на поиски еды и воды Опять львы Наиболее уязвимы детеныши и старые животные Нашему герою предстоит серьезное испытание К счастью, Зиги сразу обнаружил засаду Невероятно, ну и скорость Наш спринтер разогнался до 50 км в час Его не просто поймать А когда враг слишком близко Вот тебе Подняв копытами пылевую завесу Зебры в мгновение ока исчезают А львы опять остаются ни с чем Но главное Зиги заметил врагов И сумел спастись Показав, что стал взрослым И готов к самостоятельной жизни Да, папа был хорошим учителем Зиги пора присоединиться К стаду холостяков А что это? Группа молодых жеребцов Покинувших семью Они держатся вместе Совершенствуя свои навыки Прощаться с семьей так тяжело Последний взгляд Иди, Зиги И наконец-то он уходит Нашего героя встречают радостно Здесь Зиги проведет несколько лет А когда станет совсем взрослым Создаст свою семью Отличное местечко Удивительно За свою короткую жизнь Малыш прошел тысячи километров Перебрался через реку И спасся от львов Смотри Он почти взрослый У Зиги есть все, чтобы стать вожаком табуна На равнинах Серенгетти А вы теперь знаете все о зебрах Ребятам о зверятах Ведущие Дэвид Карлинг и Лаура Стретчин Композитор Уилл Слейтер Режиссер серии Джайлис Бэджер Режиссер сериала Таня Дорити Фильм озвучен студией Иннис По заказу ТВ3 Россия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok